Ну что ж, дамы и господа, я прямо сейчас врываюсь в новое обновление, которое нас ждет уже совсем скоро. Всем привет! Короче, вышло обновление на ПТС, в котором нам добавили розочку, СКС, новое событие, ну и все в этом духе. Короче, я обязан просто вам это все показать. Ну и, соответственно, по традиции, показать, сколько нужно всего валюты, чтобы закрыть все событие. А оно какое будет, сейчас мы, собственно, и посмотрим. Так что устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. А перед просмотром напоминаю вам, что в описании есть ссылка, по которой можете забрать себе комплект снаряжения и пушек донатных на все классы. Новички по этой же ссылке могут зарегаться, а те, кто не захотели больше месяца, могут забрать и все то же самое. Так что пользуйтесь. А мы отправляемся тестировать новую обновку. Итак, что нас больше всего интересует? Поехали сразу в магазин, смотрим, что тут есть. Ящик с боеприпасами. Это нам надо. Мы будем его тестировать, смотреть. Браунинг, боевой тесак. Это все в новых сериях. Ага, 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 достижения. Золотой СКС. Сюда его. Это нам надо. Это крадущийся хищник. Затаившийся дракон. Классно выглядит, кстати, до стяга. Реально бомба. Розочка, сюда ее. Новый агент снайпера. И это... Реально, Ивана Хлобыстин. Агент Тигр. Где ты, Тигр-то? Дрещара, как я. А еще у меня вопрос большой. Где? Где верх? Почему низ масс-халат, а верх нет? Почему раздели агента Шершень? Ну, просто чтобы вы понимали, как выглядит агент Шершень. Во! Агент Шершень и агент Тигр. Ну, реально, просто раздели. Так, это все, естественно, достижения. Это что? Это коробка агента Тигр. Кстати, выглядит коробка прикольно стилизованная. Далее, что у нас? Глаз Тигра. Ну, и, собственно говоря, вроде бы все. Событие новое. Смотрим, что тут по наградам. А, ну, тут, естественно, можно будет выполнять задание. Получать себе очки и репутацию, и валюту, соответственно. Но черный рынок. Что тут у нас на черном рынке по наградам? Куба Зет. Потом шприц. Что? Его тоже за карточки нужно будет собирать. Это... Это стрёмно. Ну, если сыпет нормально, то в целом окей. Но это стрёмно. На пушку нужно 1200 карточек. Это же просто лишние карточки будут выпадать. Детали меньше. Будет фармиться таким образом. Что нас интересует из меты? Из меты Куба Зет, пистолет, браунинг, на инженера МакПул. Уже нафиг никому не нужен. Кстати, я думал, будет новая ППшка. Что за жопели-то? Что за жопели? Могли бы и новую ППшку засунуть. Аптечка? Что? Аптечка еще тут будет? Да вы что, шутите, что ли? Ну, и Астарта, естественно. Астарта нас интересует больше всего. То есть 4 мета будет в событии. И я вот сейчас попробую пособирать, сколько нужно валюты, чтобы собрать 4 пушки. Ладно, хорошо, 3 пушки. МакПул я собирать не буду. Хотя, подожди, 4. Вот вместо МакПула. Кинетик ЦПВ. Ладно, этим мы займемся под конец. Сейчас наша задача взять и протестировать, и пощупать вообще, что такое новая снайперская винтовка СКС. Потому что в PUBG это пушка легендарная. Ой-я-я. Не, ну моделька у него классная. Прицел у него только один, а два крат. Два крат. И сколько там крат? Пять крат. Нормально. Надо будет еще обязательно на ПВЕ запуститься и посмотреть, она в голову ботовшотит или нет. Кстати, руки. О, слушайте, тут разные анимации есть. Смотри, он рукой отбивает. И вот так облоп. Ну вот это облоп, конечно. Анимации так, ударов. Ага. Оп. И проворачивает. Тут тоже две анимации всего лишь. Вот такая есть анимация. И вот так вот прокручивает, чтобы больше порезов было. Откуда я это знаю, не знаю. Не спрашивайте. Сомнительно, но окей. Так, собственно, рукоятка, скорость прицеля, скорость смены оружия. А давайте мы просто ее сразу прокачаем. А, добавился, да, модуль. Делает стрельбу мне незаветно. Глушитель. Хорошо. Тряска прицела и повышает точность. Нифига себе. Точность бедра. А если вот так? Она тут тоже точность бедра очень неплохая. Так что это? Это бедровая снайперская винтовка будет? Хорошо. Что у нее по модам? Фиксируем. Тут у нас емкость магазина и боезапас. Это ПВЕ-шный мод, это, соответственно, ПВП-шный мод. Нас будет интересовать больше он. По дефолту сколько? 255 единиц урона? Это, кстати, много. Возможно, даже она просто тапами. А темп стрельбы, если мы ее улучшим максимально? Это что? Это калика? Это что? Нифига себе. Слушайте, надо ее потестить будет и в такой версии, и в такой версии. Там такой трипл-клик, я думаю, дурели вообще. Отъезжать будем? Знаешь, как на ИК-7? Вая-я-я-я. Подожди, подожди. Не дай-ка я чисто ради интереса воткну это. Там реально такой текст просто, что дурели, вот это трипл-клик. Ну, слушай, нормально. А если зажать? Нет, урели будут отъезжать на ПВЕ, это 100%. Суммарно получается, если с модом на темп раскачан, то на 12 единиц. Конечно, не особо решает, но золотая объективная будет не у многих. Ну, слушай, а золотая вообще красиво исполнена. Аля! Аля бандита какая! Не, золотая красиво выглядит. Это прям факт. Ты оценил розочку, как он... На! Ее об голову. Давай. Давай, давай! На! А, подожди, сейчас на... В событии... Я только сейчас заметил. В событии нет ничего, кроме пушек? А, так я все могу скупать? Что? А, они теперь антимакросную систему сделали или что? Я не понимаю. То есть все, что фри, это вообще круто. Слушай, сейчас тут выпадает на этой основной... А, я еще могу купить детали отдельно за валюту. Офигеть. А если покупать? Ну, вот так вот, допустим, чисто уверенно. Тут приобретаем мы тоже. Слушайте! Так сейчас меньше кликов надо, реально, чтобы события это делать. Короче, ладно, я пока запротоколирую. Сколько я потратил уже? А, уже 800 я потратил. Было изначально 5000. Посмотрим, сколько нужно, чтобы закрыть вообще все события. Так, поехали. Ну, допустим, сколько надо тебе? Раз, два. Два! Нихера, подожди. А если воткнешься? При таком темпе? В конечности сколько? В конечности три. Ну, вот, какая-то будет в конечности залетать. И, в принципе, все на этом. Тут тело что-то на три, да? Все, не надо, Паша! Да, сука, нам скоро еще с поедем, блядь. Раз, два, три. То есть, одна из в конечности залетают, то уже три шота надо. Штурмовика в обычного. А в медика интересно сколько? В тело уже три надо будет. В конечности... То есть, с конечностями вообще надо будет четыре. Не! Сразу анимацию потестировал. Не, ну, это прикольно. Я не знаю, мне прикалывает. То есть, анимация тут не всегда срабатывает, конечно. Но вот эти все анимации довольно забавные. А давай конечности разницы интереса. Два, три надо. А если конечности тела, медиков будет убивать? Если медика будет убивать, значит все остальные классы будет убивать. Рука, тело. Нет, рука тело не убивает. Ну и, в принципе, все с этим. Все с этим понятно. Надо перейти сейчас тогда и взять сборочку. С трехствольником, скажем, ящик с боеприпасами стоит. Шприцел не восполняет, надеюсь? Не тестили? Кто? Никто не тестил, да? Я полагаю. С кем тут вообще-то? Я не знаю. Никто не тестил, судя по всему. Ох, это синдром стримера. Ну так нет, я просто тебя спрошу. Так, отсечечки, да? А в ногу если? В ногу не убивает уже отсечка. Так, тело. Отсечка есть. А если я дам, допустим, рука и... Убивает. То есть сейчас точно первое залетело в руку, остальное в торце. Если ты сейчас воткнешься, то даже в тело не будет что-то. Сейчас мы проверим, как это работает на самом деле. Ставлю ставку, что будет все-таки в тело. Не будет. А подожди, а может ты достал пушку уже на сервере и зарегал в руку? Нет, тело не шутит. Суета! Ну короче, остальных можно не тестировать, классов. А сейчас я хочу штурмовика взять и посмотреть, как работает вообще ящик. Так, допустим, я вот выкинул флешку. Ставлю ящик, нажал Е. Флешка восстановилась. Я еще раз выкинул флешку, я могу еще раз юзать? Нет, я очевидно не могу. Так, допустим, я использовал шприц, выкинул топор и выкинул смог. Так, ставим эту карубас, барабас. Восполнилась только флешка и смог. Шприцы восполнились. Пиздец! Пиздец! Нельзя давать штурмовикам возможность восполнять шприцы. Это 100% инфа. Смотри, вот я беру шприц. Кольнулся, кольнулся. Все, шприцов нет. Ставлю ящик с патронами. У меня два... А, один шприц восполняется. Спасибо. Спасибо, что хотя бы один. Но все равно это нельзя делать. Штурмовики вообще охеревшими станут же. У него и так СТК самое сильное оружие в игре. Так еще и, сука, шприцы восполнять можно. Кольнулся. Прибежал, кабину сломал. Оп-оп. Ящик воткнул. Оп, и снова шприцы. И полетел. Ну это пизда. Сломай мне кабину. Я сенсей. О май гад. Как можно так делать? Это пиздец. Давай сделаем быстренько скриншотик. Вот так давай. Там глушитель моя. Теперь поменьше стал. Зато знаешь, какой красивый с глушителем. Да? Вернул? Да. Поехали тестировать. Зовы, давай, нахер. Я же профи включил. О, ваншот. А на дистанции будет ваншот? Братья. На дистанции тоже ваншотают. Сейчас выйду в поле и там попробую еще. Так, поехали. Ваншот. Ваншот. Ну, естественно. Ваншот. Ваншот. Если тут ваншотят, то это очень приятно. Вон батье. Ваншот. 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 А импанч высокий. Ваншот. 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 Ну, естественно, короче, все ваншотят. Поехали. Теперь обычно, по-моему, я профи еще посмотрим. Это тоже очень немаловажно. Ваншот. На Африке. На Африке боты жирнее. Ваншот на Африке. Нифига себе. Вот это ништяк. То есть для ПВЕшка этого снайперка прям будет сок максимальный. Здорово. Еще бы тепловизор, блин. Вот таких вот ботов, которые наглые. Прям в лицо. Не, короче, тут ваншоты есть. В принципе, заканчиваем тоже. Поехали. И теперь играть уже на ПВП и тестировать эту снайперку. Настя, попил. Ставь лайк, если тоже хоть раз так было. А у нас бедра неплохо охерочит. Хорошо. Патронов мало, правда. Авик на Авика, а то осечки выигрывают. Авик на Авика, а ты получишь люлей. Ну смотри, что. Просто, блин. Тук-тук-тук-тук-тук. Вот так вот серия троих уверенная залетает. Слушай, не, осечки прикольные. Прикольно играется. Но чисто фановая пушка. Исключительно. На АРМ вряд ли кто-то с ней будет гонять. На нахер. Вот так. Пошла фармежка. Вот она. Эй! Ты что, козел, блин? Болтовка по всем параметрам для ПВП лучше. Все, что я могу сказать. Отсечки идут нахер. Можете даже не качать ее на отсечки. Можете ее качать для ПВЕ. Потому что для ПВЕ одиночная версия будет куда интереснее, чем отсечная. Одиночными патронами стреляешь. Можно переходить к зажимной. Ну, посидеть на статку поиграть. Как в былые времена одна легенда. Может быть с одиночкой можно. Но не отсечками точно. Отсечки не. Лучше брать тогда уж от старту и бахать. Уверенно прям. Попал, убил. Емкость магазина. Бля, я оставлю. Похер на эту скорость перезарядку. Все, у меня теперь колесо. Калика на снайпера вернулась, господа. Слушай, а у нее отдача неприятная. Слушай, ну вот это вот. Не, отсечки точно проигрывают. Вообще по всем параметрам. Оп. 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 Хорошо. Хорошо. Короче, пушка для тех, чтобы ходить в прицелях. Вот так вот только что меня. Простили. Уй, как хорошо. Вот для чего нужна эта снайперка, ребята. Болтовка любая. Уху-ху-ху. Получил по жопе. Чувак вообще за снайпер бегает с пистолетом. Хорошо ему вообще? Слушайте, ну вот эта стрелочка, прицел удобнее во всяком случае. И, кстати, для ПВЕ этот прицел будет вообще ультимативный максимально. Опа, галочек. Если вот выбирать этот тактический геймплей, как говорил один великий человек, то можно прям добиться успеха. Глупый рашером так сказать. Поглавливать. Он даже в прицел войти не успеет. Не, поставлю-ка я 2,5. Уй. Не, у 2,5 прицел трясет сильнее. Поэтому надо этот ставить однозначно. Фактическую не знаю, но визуальную точно режет. Блин, я хочу розочкой реально кого-то зарубить. Он ваншоте толкаем или нет? Дайте секундочку. Вот, я за... Давай сейчас его. Как задолбали пистолетчики, сука. Дайте я розочкой кого-нибудь задолб... Ну ты, козел! Нет, не ваншотик она, но с двух убивает. Все, я потестил. Ну терморезак убивает с одной язычу. С отсечками она лучше. Нет, для ПВП возможно. А тут у тебя ультимативная штука получается. И для ПВП, и для ПВЕ. Поэтому... А, так это он пишет про отсечки лучше. Так он с пистом бегал, фу, он пол мясорубки. Откуда он знает, с отсечками она лучше или нет? Короче, подведем итог по снайперке. Имеет ли смысл ПВПшникам эту снайперку выбивать? Однозначно нет. Но только если пофаниться вот с такой вот сборкой. Для ПВЕшников и для тех, кто любитель посидеть, покрысить на статку, вот такая сборочка, в принципе, тоже вполне интересная. И на ПВП, на мясных режимах каких-то вдали где-то подсидеть, там... И для ПВЕ, соответственно. Потому что ваншот с этой сборочкой имеется в голову для ботов. Далее что? Розочка. Прикольно. Левый клавиша не ваншотит, то есть не имбово. Анимации. Прикольные тоже все. Что еще? Штурмовик стал в 10 раз сильнее. Это меня напрягает, если честно. Реально, вот этот дополнительный ящик, он просто берет... Раз шприц, два шприц. Раз коробка. Два коробка. И у него еще четыре... И еще два шприца есть. То есть четыре шприца сейчас у штурмовика. Плюс еще, может другой штурмовик давать тебе эту штуку. Это жестко. Плюс еще эта штука восполняет флешки. А флешки, как вы знаете, сейчас очень сильные в игре. И все их обузят. Прям все абсолютно. Дальше у нас мне нужно посмотреть события. И сейчас этим я, собственно, и займусь. О, слушайте, тут детали можно будет покупать за валюту. Ну ладно, я буду смотреть чисто пушки. Я покупаю только на Кубозе, Астарту. А, и Кинетик ЦПВ. И еще получается браунинг. Сейчас у меня есть возможность покупать браунинг. Вот таким образом по новой системе будет работать событие. Все, что бесплатно дается, как говорится, дают, бери. Главное, я случайно не мискликнуть. То есть мы вот тут нажимаем забрать, забрать, забрать. А, аптечка бесплатно дается. Прикольно. Так, детали 200 штук можно будет приобретать за 400 валют. Это хороший курс, кстати. 500 деталей может выпасть в суд. Уху, я знаю, как я снова пополню свой баланс деталей. Разработчики, не вздумайте после просмотра этого ролика угрожать шансы на детали. Потому что деталями и так беда в Warface. Дайте хотя бы вот так вот ее, в таком формате забрать все это. И финальный прокрут смотрим. Так, что нам тут выпадает? Выпадают нам 400 карточек на шприц. Зато бесплатно, слушайте. Бесплатно шприц можно забрать. И в целом, кстати, я, наверное, лучше так и сделаю. А я могу все забрать? Нет, все не могу забрать. Но зато у меня появился шприц. Теперь он больше тут на витрине не будет появляться. Почему я так сделал? Чтобы, естественно, повышать шанс на выпадение карточек других. А не на этот говношприц. Тысяча деталей можно будет купить за 2000 валюты. Нифига себе. Хорошо, это вы приятно сделали. Это вы приятно придумали. А, блин, еще надо же бесплатные забирать. Короче, когда фри тут вылазит, всегда берите просто. Всегда просто берите. Так, первые 5000 валюты у нас уже улетело. Собственно, смотрим пока промежуточные итоги. На Кубы Зе у нас есть 335 карточек. На Кинетик у нас есть 480 карточек. На Браунюк у нас есть 525 карточек. И на старт у нас уже 570. Но в целом пока неплохо. Так, и финальный прокрут. Что нам тут дропается? 600 карточек! Сюда! Однозначно берем. Однозначно. Это очень хорошо. Слушайте, такой формат событий, как будто мне нравится больше, чем тот, что сейчас у нас был. Это прям реально. То есть, во-первых, меньше кликов надо делать. Во-вторых, тут деталей больше сыпят. Короче, это прям, я не знаю. Мне кажется, это новый левел в Варфейсе. Новый левел событий. События топчик. Блин, ну то, что тут тысячи деталей падает, это вообще супер кайф, блин. А, ну вот, то есть, это у нас уже закрывается. Опа, Браунюк у нас. Первая пушечка есть. Сколько нам понадобилось? Примерно 6000 деталей, одна пушка. А у нас еще скоро соберется от старта, потому что ее уже половины. Это приятно. Это очень приятно. Разработчики, конечно, превзошли сами себя. Я даже как-то удивлен. Еще бы звуки в игре сделали в этом обновлении. Я бы сказал официально, что это лучшее обновление за 24-й год. Так, финальный прокрут. Фиксируем, что нам тут выпадает. 400 на аптечку. Зато она больше появляться не будет. О, все, она нам больше не влазит. Поехали дальше собирать. Тут мы, естественно, берем на кинетик ЦПВ. И из 20-го прокрута нам толком ничего и не упало интересного. Пока что я на витрине могу сказать, что я не видел. Чтобы было больше, чем 150 карточек. Но пока по ориентирам, как будто нужно будет 12 тысяч валюты, чтобы собрать 4 пушки. 4. То есть, грубо говоря, если вам нужна всего лишь одна, то это будет сделать намного проще. 205. Я еще затариваю, получается, 5000. Дозакупаем мы КУБЗ. У нас КУБЗ уже почти собрано. И Астарта тоже уже почти соберется. Слушайте, ну это в целом... Вот сейчас, смотрите, опа, Астарта собрано. И это у нас сколько валюты? Примерно 11 тысяч. Ну ладно, 10 тысяч. Потому что я там бездумно просто тратил валюту. То есть, у нас пока есть только 2 пушки. За 11 тысяч валюты. Ну, в целом, я скажу вам, совсем неплохой прайс. Новички смогут себе залутать там бонусы X2 платежу. Закидываешь там 2500, получаешь 10 тысяч кредов. И, соответственно, затариваешься тут и деталями, и метой сразу всей. Это реально очень сочное событие. Так, и мы приближаемся к 20-му прокруту. Смотрим, что он тут выдает. А выдает нам тут... Кинодик ЦПВ вариант закрыть. Почти закрыть. Или Кубозе почти закрыть. Давайте Кинодик ЦПВ мы почти закрываем. А, нет, он уже закрывается. Я что-то шизик считать не умею. Так, итого у нас уже третья пушка, третья мета. И уже вот сейчас Кубозе закрывается. И я даже не потратил 12 тысяч. И 4 пушки. Это Браунинг, Кинодик, это Астарта и это Кубозе. Слушайте, так это вообще сочно. Это реально. Эта обнова была бы идеальной, если бы загрузили звуки нормальные, исправили. Потому что звуком как будто бы на ПТСе стало еще хуже, я не знаю. Но тут можно в событии покупать детали, фармить себе пушки метовые. При этом у тебя всегда есть выбор, что ты хочешь. И если бы не коробка штурмовика, которая восполняет шприц, из-за которой штурмовик становится в тысячу раз сильнее. Это реально, я бы назвал прям лучшей обновой. Офигеть. Смотрите, все. Все, итого я реально потратил меньше 12 тысяч деталей. 4 меты. 4. Это Кубозе, это Браунинг. Инженер пошел нахуй. И это Астарта. И еще Кинетик. Это очень сочно, я вам скажу. Вот Кинетик, если что. Я, ну я, я в ахуй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok